Друзья, всем большой привет, добро пожаловать в Christian Land. Сегодня мы с вами посмотрим коробку Marvel Collector Corps, которая посвящена Саге Бесконечности. Я думаю, многие из вас понимают, что это такое. Это серия фильмов киновселенной Марвел, последняя сага, получается, ну, из нынешней киновселенной Марвел, которую мы пока что с вами увидели на больших экранах. Опять же, скоро начнется новая глава, новый главный злодей и так далее. Главным злодеем Саги Бесконечности был, конечно же, Танос, и всем Сага Бесконечности, конечно же, запомнилась и, конечно же, понравилась, потому что Мстители Финал стали самым кассовым фильмом в истории, просто все въезжали в зале, когда там Кэп поднял молот. В общем, много-много разных было моментов в этом фильме, от которых все были просто в шоке, и я в том числе, и это уже у нас в памяти на долгий-долгий год, на всю жизнь, можно сказать. Поэтому данная коробка будет очень интересна, в том плане, потому что подобная коробка уже выходила с таким же названием, только здесь, что-то у меня немножко запылилось, только здесь есть маленькое примечание. В общем, смотрите, первая коробка Infinity Saga, вот здесь оставлю всплывашку вверху экрана, можете перейти посмотреть, сначала посмотреть тот обзор, потому что, ну, так будет логичнее, потом смотреть уже обзор на эту коробку. Там, по сути, так называлась коробка, тоже Saga бесконечности, но здесь есть немножко, так скажем, синопсис такой маленький. Здесь указана End Credit Scenes, то есть это последние сцены, так скажем, из как раз-таки вот этой всей Saga бесконечности, то есть все предметы в данном боксе посвящены именно концовкам каких-то фильмов киновселенной Marvel. Поэтому будет интересно посмотреть, что и как вообще оценить этот бокс, потому что тот бокс, который вот я оставил здесь в подсказках, получился очень интересным, очень крутым, и у меня, у него оценка 10 из 10, ну, это 100%, потому что он получился изумительным. Каким получится этот бокс, я скажу в конце ролика, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк заранее, потому что видео должно получиться интересным, и погнали смотреть, что же у нас в боксе. В общем, погнали. Итак, друзья, что по дизайну коробки? Все сделано красиво, логотип Мстителей, The Infinity Saga, Marvel Studios, везде это все прописано, на обратной стороне ничего интересного, все как всегда, кто смотрит, надеюсь, меня не первый раз. В общем, погнали. Так, первое, что у нас идет, это пин. Пин с грутом, пин с грутом. И давайте его встроим, и посмотрим, как он вообще выглядит. Так, ну, что я вам могу сказать. Первое, что идет в этом боксе, мне уже очень нравится, потому что пин безумно годный, он очень качественный, он такой, знаете, он залит каким-то веществом таким приятным, оно глянцевое, и вообще грудь здесь смотрится шикарно. Получается, это концовка первых Стражей Галактики, да. Это концовка первых Стражей Галактики, где как раз таки грудь, как вы помните, в горшочке танцевал с Драксом. В общем, здоровский пин, он с металлическим креплением, ну, как всегда, у Фанка. Вот. Только что-то игла шатается, но я не думаю, что она упадет. В общем, очередное пополнение в моей коллекции пинов. У меня их, на самом деле, огромная-огромная уже куча. Я не знаю, куда их девать. Может быть, у вас есть какие-то идеи, или вы куда-то там деваете эти все пины. Обязательно оставляйте в комментариях, я обязательно посмотрю и, может быть, какой-то из ваших советов переманю. Так, идем дальше. Что у нас идет дальше? Дальше идет у нас брошюрка. Мы ее пока не будем трогать, но у нас здесь идет как раз таки тема, тема следующей коробки. И тема следующей коробки вечной, которые вряд ли выйдут в этом году, конечно, но мы будем как бы надеяться, что они выйдут в этом году. Дальше у нас идет Танос. Здесь вот такой вот стикер Таноса. У нас идет этот бокс по классической схеме, о которой не буду, ладно, спойлились. Я скажу в конце видео. В общем, здесь Танос из конца первых, опять же, тоже, получается, первые Стражи Галактики. Да, в конце первых Страж Галактики, где или нет? Блин, я уже ошибаюсь. Нет. Перчатку он взял, по-моему, в конце Эра Эльтрона. Да, в конце Эра Эльтрона, в сцене после титров. Пустую перчатку он взял и уже готовился нападать на Мстители. Вот такой вот стикер. Ну, стикер как стикер. Не могу его как-то супер оценить. Ну, классный стикер. Дальше у нас идет самое интересное. Это, конечно же, фигурки. И первая фигурка, которая у нас идет, это Капитан Америка по Человеку-пауку «Возвращение домой». Да, Человек-пауку «Возвращение домой». Вы помните эту сцену из телевизора учеников школы, где Кэп у нас рассказывает про терпеливость. Вот такая вот у нас, в общем, фигурка. 693 серия. Сзади просто логотип фильма, то есть это отдельная фигура к этой линейке. Здесь почему-то логотип Мстителя, но, наверное, потому что приурочен к этой коробке. Ну, скорее всего, да. Ну, это, кстати, классная эксклюзивная штука. В общем, стикер Marvel Collector Corps. Ну, что я могу сказать? Кэп, кстати, прям в том же костюме, в котором у нас делюкс-фигурка, где мы собрали, кстати, с вами уже 6 из 6 Мстителей. Все диорамы собрали и воссоздали легендарную сцену из первых Мстителей. Опять же, оставлю в подсказках. Так, переходите, смотрите обязательно плейлист и гляньте, как выглядит вот этот кэп. И он выглядит абсолютно так же. Понятно, здесь другая поза. Он здесь сидит на стуле. Типа, блин. Ну, честно, не этого я ждал увидеть в этом боксе, но... Ладно, окей. В общем, фигурка пойдет. Типа, в конце я скажу, опять же, свое конечное мнение. Мне нужно все сначала посмотреть, чтобы на 100% сказать свое мнение. Так, мы идем с вами дальше. Дальше у нас идет... Почему? Почему? Что это? Зачем это? Ну, ладно. В общем, 694 серия. Nick Fury. Из концовки Войны Бесконечности. Да, я сказал, что... А, ну, получается, этот кэп из конца Возвращения домой. Да, точно. Он еще в сцене после Дитров появлялся. Я забыл. Где все ждали, по-моему, минут 15 сцену. И он такой выходит, типа, терпеливость и так далее. Ладно, не суть. Nick Fury из концовки Войны Бесконечности, где у него в руке вот этот знаменитый пейджер в течение года, который просто обсуждал, мне кажется, каждый фанат Марвел, каждый фанат киновселенной, про Капитана Марвел и так далее. В общем, Nick Fury из концовки, где он уже испаряется, растворяется. Ну, блин. Типа... Ну, как? Классно, да, такое иметь в коллекции. И Кэпа прикольный. И Nick Fury. Но, если бы эти фигурки вышли бы просто отдельно от бокса, не эксклюзивные, то было бы, да, классно. А так, блин, такая многообещающая коробка. И в итоге она, ну, выходит вот такой. Типа... Но я, опять же, скажу, что вот сейчас вот смотря на эти две фигурки, они, мне кажется, уже не такими, типа, плохими в этом боксе, какими могли бы они быть. Да, я бы придумал лично для этого бокса что-то поинтереснее, но уже что имеем, то имеем, но все равно фигурки классные. То есть тот же Nick Fury прикольный, да. Типа он здесь испаряется, и это какая-то уникальность в этой фигурке. Опять же, есть. Прикольно. Но вот этот эффект испарения мне немного не нравится. Он сделан как-то не очень, как будто на него какую-то грязь налепили. Вы это сейчас видите прекрасно на экране. И типа это смотрится, ну, типа 50 на 50. Но Nick Fury, кстати, первый в моей коллекции скину все на Мару. Вот, поэтому это тоже здорово. Итак, последнее, что у нас идет, это, конечно же, футболка. И про схему, про которую я говорил ранее, вы, наверное, уже поняли. Это схема с двумя фигурками, с пином, со стикером и с футболкой. То есть 5 предметов в боксе, 2 из них вообще ни о чем. Ну, пин классный, да, окей. Пин классный, стикер ни о чем. Просто такой, знаешь, типа конфетку получил в заказе и радуешься. Вот, что-то в этом роде. И конфетка, наверное, была даже приятнее, чем вот этот Танос. Но не суть. Ладно, не буду я так критиковать сильно. Сейчас уже посмотрим с вами футболочку. Давайте, я уже вижу, что это за сцена. Давайте ее вскрывать. Она серого цвета. Также я обожаю серые футболки, в кавычках. Вот, но, опять же, что имеем, то имеем. И это вот такая вот серая футболка Шаверма Тайм. Конечно же, что можно было бы еще придумать. Она, кстати, сделана прикольно в том плане, что здесь только красные элементы выделяются. То есть это красные элементы на костюме Кэпа, красные элементы на костюме Тора. Опять же, Вдовы, понятно. Брюса Бэннера, Хоука и Тони ничего нету. Марвел. Марвел. Логотип Мстителей. Шаверма Тайм. На обратной, как всегда, стороне футболки сзади у нас ничего нету. Просто сплошная, что мне не очень нравится. На рукавах тоже ничего нету. Это мой размер XL. Все верно. Хлопковая футболка с принтом, который, скорее всего, долго не протянет, если его часто стирать. Вот, допустим, вот этого Таноса я стирал, может быть, раз в 15, но я ношу его очень редко. Вот. Но, в принципе, цвет сохранился. Я думаю, что все будет нормально. Шаверма Тайм. Концовка. Первых, опять же, Мстителей. И, что очень примечательно, мы в этом году с вами будем собирать как раз-таки вот эту сцену тоже на канале. Шаверма Тайм. Вот. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы посмотреть, как я соберу эту. Сцену легендарную, конечно же. Вот. Мы с вами собрали уже сцену, где они все вместе в круг собрались. И соберем в этом году с вами сцену как раз-таки вот эту Шаверма Тайм. Кстати говоря, Брюс Бэннер, вот он, шикарный. Он уже доступен для предзаказа в моем магазине, поэтому можете перейти на Christianland Shop в Инстаграме, написать об этом. Вас добавят список. В общем, напишите, и там с вами все оформят, потому что их будет ограниченное количество. И это будет очень интересно собрать такую классную диораму. Ну, в общем, футболка, последний предмет, который был в данном боксе. И начинаем оценивать данную коробочку. Давайте ее вот так вот упакуем, чтобы на нее, так скажем, посмотреть. Итак, классическая коробка Marvel Collector Corpse. Ничего супер нового в этой коробке нету. Стандартный набор. Это пять предметов. Это две фигурки, футболка, пин и стикер. Вот. Поэтому ничего супер инновационного в этой коробке нету. Прикольная, да, коробка. Но, когда вышел анонс данной коробки, у меня ожидания все-таки были намного больше. А вы сами знаете, когда чего-то очень сильно ждешь, надеясь, что это будет как-то очень круто, что это будет как-то, ну, типа, выделяться от других боксов прям настолько сильно, что ты вообще дебафигеешь. Но этого не произошло. Вот. Наверное, поэтому я немножко разочарован в данном боксе. Но все равно фигурки классные, прикольные. Если бы они были просто, допустим, хотя бы эксклюзивны для магазинов. Но для бокса я бы сделал и придумал бы что-то бы поинтереснее. Вот. Но, опять же, что имеем, то имеем. По десятибалльной шкале поставлю этому боксу шесть. Шесть. Да. Шесть. Давно не было такой низкой оценки у нас. Но ставлю шесть из десяти. Своё мнение вы, опять же, пишите в комментариях, как вам данная коробка. Может быть, у кого-то она уже есть. Но, кстати, что примечательно, данная коробка будет иметь очень большую ценность, и все предметы в ней будут стоить очень хороших потом денег. То есть это хорошая, так скажем, инвестиция в свою же коллекцию. Поэтому возьмите это на заметку. Вот. Так что оценивайте бокс в комментариях, где купить. Оставлю, опять же, ссылку в описании. Вы прекрасно знаете, где его купить. Оставлю обязательно ссылку в описании. Приходите, смотрите. Может быть, себе заходите его купить. В общем, большое спасибо. Всем удачи, всем пока. Ждем бокс по вечным. И будет вообще много еще всего интересного в этом году на моем канале Кристиан. Поэтому подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok